здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на нашем канале сегодня я хочу поговорить о дихондрии были просьбы от наших зрителей постоянно еще зимой когда мы только собирались сеять но вкратце расскажу историю вот этих растений друзья сейчас им около трех месяцев сели мы в январе сейчас у нас начало апреля что мы делали на протяжении этого времени но понятно посеяли присыпали поливали ждали всходов дождались сходов понизили температуру два раза подкармливали к этому моменту первый раз укореняющим удобрением но типа чистый лист я уже показывал такое удобрение который мы кстати сейчас тоже будем и вот почему друзья две подкормки первые повышенный фосфор кроме азота и калия и плюс еще было немножко там янтарной кислоты вторая была универсальная подкормка типа нпк 18 18 18 смотрите что мы имеем во первых как для трехмесячного растения но она не совсем развита в этих стаканах она уже засиделась давайте посмотрим вкратце корневую систему как чувствует себя подземная часть растения для этого мы вытащим земляной ком ну честно скажу не очень я ожидал большего земляной ком еще не полностью оплетен корневой системой давайте посмотрим другой какой-то горшочек другое растение это два сорта у нас ну видно невооруженным глазом я думаю что они существенно отличаются давайте второй посмотрим тоже не впечатляет корневая система то есть можно сделать вывод что не хватает стимуляции развития корневой системы если бы у меня был ради фарм я бы пролил и сейчас ради фарма но так как ради фарма нет будем использовать опять же чистый лист который использовали впервые друзья приготовил горшочки побольше с расчетом на то что если сейчас начнут начнутся интенсивно развиваться корни чтобы им было куда разрастаться землю приготовил почву влага воздухопроницаемую ну земля у нас самодельная если кто-то знает кто кому интересно как мы составляем на канале наберите просто почва своими руками сат огород своими руками и вы увидите как мы составляем почву для рассады друзья вынимаем из рассадного стакана здесь я ячейку уже приготовил достаточную ну по размеру делал вот вот таким вот образом думаю знаете тоже и помещаем горшок побольше все пересадка это самое простое в принципе действие которое можно придумать особенно если все есть под рукой все есть в наличии и почва и горшочки большего диаметра и укореняющий какой-нибудь стимулятор я думаю вообще не проблематичная операция надеюсь что все знают что это за растение дихондра друзья кстати вот уже плети начались видите появляться затем они разовьются у нас время еще есть начало апреля так сказать мы их пересадили мы сейчас подкормим и я думаю что будем делать усиленные подкормки ну как усиленные не по концентрации удобрения а я имею ввиду ну раз в неделю делать подкормки потому что это не дело на начало апреля в таком развитии непорядок будем как-то их ускорять ну и конечно же температура содержания чем ниже температура тем растения развиваются медленнее поэтому надо им сейчас немножко добавить температуру и поливаем после пересадки укоренителя я развел уже грамм по 100 наверное надо поливать замачивать сильно тоже не стоит но сейчас наконец-то пошли у нас солнечные дни поэтому особого переувлажнения мы не опасаемся просыхает все буквально мгновенно и каждый день приходится проводить поливы ну время такое пришло сейчас солнечное вот несколько дней назад шли постоянно дожди 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 поэтому как бы солнцу мы пока радуемся потом может быть и солнце уже от него устанем немножко на этом видео закончу как и обещал показал в каком развитии дихондра в каком развитии мы ее пересаживаем чем подкормим спасибо всем за внимание всего вам доброго до свидания до новых встреч